Приветствую вас, давайте попробуем разобраться в том, что у вас сейчас происходит. Вопрос вы задали достаточно большой, длинный, я попробую какие-то моменты, наверное, зачитать, потому что, ну, так будет проще, а потом, после того, как я вычитаю вам текст, все значимые моменты, на мой взгляд, я стараюсь дать некий такой общий итог и порекомендую, что вам делать. Значит, вы были с мужем в браке два года, а в августе развелись, есть общий ребенок один год. В августе вы развелись, но через время решили возобновить отношения по его инициативе. Значит, что происходит на данный момент? Вы развелись, развелись, так, потом вы ниже напишите о том, почему вы развелись, но пока вы пишите просто, что вы развелись. Далее мужчина проявляет себя в той позиции, что он говорит вам, мол, давай попробуем возобновить отношения. То есть, у вас были ссоры, были проблемы, были разногласия, какие пока мы сейчас не говорим. Это не столь важно. Ага, разногласия привели вас к тому, что вы разводитесь. То есть, наверное, это серьезные разногласия, раз дело нашло на разводе. И, собственно говоря, после этого мужчина дает вам понять, что хочет вновь с вами что-то попробовать. Что-то попробовать, то есть, имеется в виду, попробовать, ну, наверное, выстраивать отношения с вами. По идее, если люди развелись, по идее, если у людей не сложилась семейная жизнь, и человек предлагает возобновить отношения сам, наверное, он понимает, что, чтобы отношения возобновить, ну, у него что-то поменять. Ну, и первый вопрос, который хочется вам задать в конечстве того, что вы спрашиваете в итоге, что вам делать. Первый вопрос звучит так. Как вы считаете, поменялся ли ваш муж? Изменил ли он свое поведение? К вам, к себе отношения, отношения к вашему ребенку, ко всем проблемным моментам, которые у него и у вас были. Если он отношения изменил, реально, и по факту, при этом я здесь специально игнорирую все то, что вы написали пока, потому что это вопрос, на который вам нужно ответить. Это важный вопрос, на самом-то деле. Изменил ли ваш муж свою позицию? Попробуйте ответить себе на этот вопрос. Если нет, если она осталась тем же, то все у вас будет так, как раньше. Вот не помню, писали вы про то, где вы шили или нет, но об этом вы, наверное, скажете, я как-то упустил этот момент. Где вы с ним жили в браке? Но, тем не менее, сейчас вам придется жить на его условиях. Сейчас вам придется жить не только с ним, но и с его родителями. Ладно в том, что у вас муж на подарок, что вы с ним развелись, так еще и с родителями придется общение налаживать, как сразу же вы будете вместе. Тут нужно все очень четко взвесить. Изменился ваш муж? Вынесли он какой-то урок из того, что вы пережили вместе или нет? Вопросы тоже не важны. Дальше. До развода вы не общались с ним полгода. Да, то есть полгода до развода. То есть за полгода до развода вы уже перестали общаться. А после развода, сколько времени прошло? И сколько вы не общались? Вы говорите, в августе мы развелись. Так понимаю, в августе этого года. И сейчас, то есть в октябре, вы заговорили вновь о том, чтобы жить вместе. Хорошо. Но вы не общались полгода до развода. Время для того, чтобы подумать, у мужчины было, тем не менее развод он допустил. Кстати, интересно, как вы разводились. По-обоюдному ли согласились или нет? Дальше. Значит, через неделю, по нашему плану, я должна была переехать к нему. То есть через неделю, имеется в виду вот от сегодня. Или как? Не очень понятно. Ну ладно. Через неделю я должна была приступим. У меня появились страхи, наши тревоги, нежелание переезжать. Так. Ну, у вас появились определенные ощущения, у вас появились определенные эмоции, и далее вы их пишете, значит, про родителей, и так далее. Хорошо. Это здорово, что вы пишете про родителей, здорово, что вы подробно описываете ситуацию, но я вам хочу сказать пока так. Вот. Вот появились чувства. У вас появились определенные переживания. У вас появились сомнения и тревоги. Как сказать, сомнения и тревоги не беспочвенные. То есть, они на чем-то основываются. И основываются они на, ну, достаточно серьезных вещах, да, на прошлом опыте. Возникает вопрос. Почему вы не доверяете своим переживаниям? Откуда я взял, что вы не доверяете себе? Ну, очень просто. Если бы вы себе доверяли, вы бы не задавали бы нам вопрос. Вы не задавали бы нам вопрос, что делать. Если бы вы себе доверяли. А раз вы не доверяете, значит, вы в себе сомневаетесь. Если вы в себе сомневаетесь, значит, вы в себе не уверены. Откуда это вопрос еще один? Почему вы в себе не уверены? Что заставляет вас в себе сомневаться? Какие ваши черты вы в себе не принимаете? Какие черты заставляют вас стыдиться, считать себя хуже других? Вот с этим нужно работать. Чтобы какие-то черты вы приняли в себе и перестали их стыдиться, поняли, осознали, что они являются продолжением ваших достоинств, ваших плюсов и так далее. А какие-то поцарали бы купировки. Так, дальше насчет тревога. Значит, родители, у них сложные характеры. Все всегда должно быть так, как однажды они. Ну, понятно, советские люди. Месяц назад я приезжал к ним с ребенком, его мама, наверное, нас обиделась. Мама, муж, я имею в виду, обиделась и не разговаривала со мной почти все эти две недели. Мне было тяжело все переносить, так как я очень восприимчивый, очень по этому поводу переживал. Муж активно эту проблему не решал, просил потерпеть. Говорил, что скоро у нас отношения с его мамой наладятся. Так, два момента. Во-первых, ваша восприимчивость. Это не что иное, как продолжение того, о чем я говорил только что. То есть, это неуверенность в себе, ваша неуверенность в себе. Восприимчивость человека к негативному поведению другого, это сомнения в том, что он не виноват. Вы считали, наверное, считается в глубине души, что вы виноваты за то, что мама, ну то есть свитрос, как я понимаю, обиделась на вас. Почему? Почему вы так считаете? Откуда взялось вот это вот сомнение в себе? Откуда взялось вот это вот стремление повесить на себя определенные моменты, определенные, ну, повесить на себя определенные какие-то, грехи, ошибки других людей? Откуда в вас это? Хотелось бы мне знать. А если честно, если честно, ну, мне не очень понятно, это, не очень понятно, это ваша позиция. Вот. Соответственно, статья заключается следующее. Отграничение агрессивного поведения других людей, более правильное понимание их мотивов от сомнений в себе и от того, что поведение других людей задевает что-то в вас, заставляет переживать, является выходом из этой ситуации. То есть вам нужно действовать именно вот в таком ключе. В ключе понимания того, в ключе понимания того, что касается лично вас и решать это самостоятельно, что касается самого человека, который вас обижает. Иначе, ну, вы их так себе все нервы посадите. Далее. Мне было тяжело так, значит, далее, следующее. Муж сказал, ссоры, скоро у вас отношения с его мамой наладятся. Как? Почему? Чем он это документировал? Что изменится? В какие сроки? Когда? Он вам все это говорил или это просто его фантазия? Ну, с чего бы вдруг ваши отношения со свекровью наладились бы? С чего бы вдруг? Непонятно. И вы этого здесь не пишете. А надо бы спросить, хорошо, муж, ты говоришь, так, скажем, ты оснащил, какая у тебя аргументационная база для этого? Вот, собственно, то, что вам нужно сказать или спросить своего мужа. Далее, отец. Ну, отец очень жесткий, авторитарный, пытался вас выгнать. Муж тогда поставил вам условия, в общем, либо я беру академический отпуск в институте, мы снимаем квартиру, и я сижу с ребенком, и во всем его службе, либо смысла продолжать отношения нет. Ну, здесь, с одной стороны, мужчина поступает правильно тем, что отдельное жилье все-таки вам берет, с другой стороны, неправильно, что во всем вы его слушаете, то есть, здесь на лицо родительский сценарий поведения, то есть, муж ведет себя так же, как и его отец. Здесь, а как они с отцом, ладно, какие у них с отцом отношения. Значит, ну, собственно, далее вы пишете, что, в принципе, мы любили из-за того, что муж требовал от вас послушать. Сейчас, значит, основная проблема то, что ваш муж вас подчинял. Подчинял он вас во всем, как я понял. Что ж, это его право так себя идти, но ваше право с этим не соглашаться, и отсюда ваш развод. Сейчас, когда после развода мы стали обговаривать нашу жизнь вместе, он говорил, что в важных вопросах готов начать обсуждение. Важные вопросы готов обсуждать. что есть у вас важный вопрос? Важность для каждого человека своя. Если что-то важно для вас, не значит, что важно для него, а не важный вопрос, он обсуждать не готов. То есть, это такая расплывчатая формулировка, опирающаяся на субъективное восприятие вашего мужа. Не совсем она убедительно звучит, особенно на фонде всего того, что вы написали даже на это. Так вот, через неделю предстоит переезд к мужу. Я поделился с ним своими переживаниями и предложил другие варианты, на что муж ответил категорическим отказом. Скажем, что если я не приеду, то продолжать отношения нет. Получается, муж думает только о себе. Он помнит, как его отец пытался вас услышать, не может не помнить, что это было для вас унижением, не может не знать, что вы переживали очень сильно по этому поводу, но он все равно хочет поместить вас еще раз в эту среду, совершенно определенную негативную для вас же. И вообще-то говоря, не очень понятно за жимом это дело. То есть он действует определенно ваших интересах от своих интересов, но не ваших. И не в интересах вашего ребенка, которому не может идти на пользу все то, что происходит между вами. Поэтому его отказ стоит воспринимать именно как нежелание идти вам навстречу. И в некоторой степени шантаж. То есть он говорит, если не приедешь, то отношения продолжаются на самом деле. То есть вам это больше всего надо, а ему как бы нет. Причем что именно он по своей инициативе начал с вами отношения. То есть он нуждается в вас, но признать этого не хочет, потому что опасается, что это делает его слабым. А идеал мужчины это авторитарный жестокий лидер. Вот. Мужчина не желает его слабым и сейчас он удерживает свою позицию, говорит, что все вопросы будет решать он, в том числе воспитание ребенка, вы должны будете его переубеждать. Почему вы обязаны его переубеждать, тоже непонятно. То есть он по сути ставит вам опять условия, опять по сути ничего не меняется. Его отношения к вам. сначала попытка смягчения, но тут же как только вы предлагаете свои условия, мужчины это не принимают. И что изменилось? Непонятно. Если вы не чувствуете себя защищенно с ним, вы чувствуете себя на поводке, вы спрашиваете, возможно ли будущее с таким человеком? Нет, ну, будущее, конечно, возможно. только вы обязаны будете капитулировать перед ним во всем и принимать любую его точку зрения и подчиняться не только ему, но и его родителям, потому что он занимается квартиром, он не хочет, но жилья у вас нет. Если бы с ним вы еще как-то могли бы наладить отношения, то с его родителями, то присмотром его отца, перед которым ваш муж скорее всего боится ударить в грязь и по наводке которого он скорее всего ужесточил свои условия. придется только подчиняться и вы вообще будете там и судя по всему никем. Будущее возможно, но какое оно это будущее, вот в чем вопрос. Ведь на деле все мягче ему старается обо мне думать, но своими словами он как будто определяет мой выбор. Да, он так и делает, он определяет ваши выборы. Вам нужно решить, готовы ли вы к повторению всего того же самого, что и было. Вам нужно решить, вообще-то говоря, какой мужчина нужен вам рядом, какого мужчину вы хотите рядом с тобой видеть. и вот к этому наверное идеалу, к этому наверное типажи вам нужно стремиться, потому что у меня отворилось ощущение, что вы сами не хотите чего хотите, с одной стороны вроде бы вам нужна свобода, но с другой стороны вроде бы в этой свободе готовы подшествовать, сзади чего только непонятно, а все вы скомневаетесь. то есть вы сами определите чего вы хотите, какие отношения для вас с мужчиной вообще важны, каких отношений вы хотите, равноправных, ведущих, ведомых, вот уже исходя из этого и смотрите, что может вам дать мужчина, а что нет. И глупо требовать от человека того, что он дать вам не может в силу своего воспитания и модели родительского поведения. Вот собственно и все что можно вам наверное сказать отвечая на ваши вопросы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. удачи. Продолжение следует...